Вы увидите? Вот он! Вот он летит! О боже! Ооо, чёрт! Друзья, всем привет! Меня зовут Сагирам Иван, это мой канал Мистер Кэт. И сегодня, секрет из Скайрима. И за первый секрет мне подсказал Юра Бойко. Да, ребят, ребят, если, например, вы бегаете с компаньоном, и у вас есть много-много камней какого-то вида, ну, большой или средний. Давайте, например, я вам покажу сейчас наглядно. Вот, например, вы собирали-собирали великие камни душ, пусто. Их 63, и мы берём, отдаём компаньону их. Каков наш следующий шаг? Хм... Вещами. Если так мы пойдём быстрее, конечно. Так, теперь мы заходим и отдаём ему эти камни. Все, все 63. Дать. Дальше, друзья, у вас должно быть любое оружие, любое, которое поглощает, поглощает души. Я думаю, сейчас это уже не проблема. И я сделал себе меч. Эбонитовый. Даём. Он сразу его берёт. Теперь погнали, загрим. Узывал на мерзких тварей. Я уверен, не сможем отыскать здесь достаточно сокровищ. Ха-ха. И ты иди сюда. Даём возможность... Захватить. Есть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, какое добивание у неё было. Вы видели? Я как-то раньше не обращал внимания, что... Компаньоны... Ага. Могут так эпично добивать. Как девочка к нему клеится, а? Каков наш следующий шаг? Теперь, друзья, смотрите. Если так, мы пойдём быстрее. Конечно. Заполнено. Уровень душ большой. То есть, вы понимаете, что компаньоны, сколько бы ко мне вы не дали, он сразу их все заполняет. Сразу. Это невероятно. Я этот секрет не знал. И спасибо тебе. Это очень крутой секрет. Ну, лично для меня. Но, я думаю, так же для многих других ребят. Ну, представьте. Представьте. Просто, просто сразу. Бау! Теперь можно зачаровывать, продавать, качаться. Качать зачарование. Это... Это крутой секрет. Это реально для меня, я думаю, для многих очень крутой секрет. Ладно. Давайте дальше. Замок Валкихар, друзья. Он появляется только с дополнением Даунгард. Одно из величайших DLC для Скайрима. Ну, лично для меня. Не знаю. Они мне наравне вместе с Драгонборном. Она тоже очень крутая. Добавляет ряд. Новых квестов. Нового оружия. Ну, и вообще механику меняет для вампиров. И добавляет механику для оборотней. Здесь есть кое-что уникальное, друзья. Кое-что уникальное и единственное. Единственное в своем роде. Представляете? Так, ну, оно, по-моему, находится где-то здесь. Нам сюда. Лек всегда заблудился. Ага. Вот-вот-вот сюда нужно пройти. Заходим. Дальше, дальше, дальше. И, друзья, вот-вот здесь. Тут всего лишь ученик. Давайте его взломаем. 99. Есть. Здесь есть амулет костяного ястреба. И, друзья, кольцо костяного ястреба. Оно уникально. О, еще бриллиантик. И оно в единственном, единственном своем роде. Вы представляете? Давайте сейчас одежду найду. Кстати, амулет костяного ястреба вы можете сами создать. Он очень красиво смотрится. Его добавили с DLC. И я, честно говоря, не пробовал. Может быть, еще на него можно какие-то зачарования более мощные, более сильные. Не знаю, нигде это не прописывается. Но оно очень классное. И как его скрафтить, я сейчас вам покажу. Но само кольцо, которое мы находим, у него вид просто шикарно. Шикарно. Оно какое-то странное. Оно состоит сразу из трех колец. Вот оно. Кольцо костяного ястреба. Вы только посмотрите. То есть сразу три кольца. Сразу три кольца. Самое интересное, друзья, что мы видим, что это как бы обыкновенные кольца и когти. Вместо драгоценных камней здесь когти. Вот, смотрите. Оно одевается, и это как будто какой-то кастет. Ну, согласитесь. Наверное, он идеально подойдет для каджита. У каджита и так когти. А тут, ну, понимаете, я пробовал. Здесь нет. Я даже пробовал зачарования без оружия. Вот эта вот магия. Но она все равно одинаково наносится. И я не пойму. Ну, блин. Может, разработчики изначально хотели добавить этот кастет. Но потом поняли, какой же он имбовый. И убрали просто. Изначально, наверное, тут был какой-то повышенный урон без оружия. Ну, посмотрите. Это реально кастет с когтями. Соответственно, для каджита это было просто вау. Вау, какие кольца. Но так, к сожалению, я ничего уникального не нашел. В плане зачарования. Но в плане вида оно уникально. Уникально. И самое странное, знаете, что еще? Сейчас покажу. Странное то, что его нельзя создать. Хотя вещь для того, чтобы его создать, есть. Ну, смотрите. Например, ожерелье ястреба. Вы можете скрафтить ингредиенты только здесь. Это вот эти вот ястребы. Давайте сейчас их постреляем немножечко. Есть. Один. Готов. Вот, смотрите, второй клиент. И второй. Они уникальны. И они находятся только здесь, друзья. Так. Куда это он улетел? Ага. Вот, один упал. Смотрите. Коготь ястреба. Соответственно, наверное, раньше вот этот коготь использовался для крафта именно колец. Но, понимаете, крафта просто нет. А может быть есть какая-то кузница? Кстати, вот это вот я не проверял. Ребят, проверьте мне. Очень-очень интересно. Может есть какая-то отдельная кузница, в которой именно можно крафтить эти кольца. В Скайриме есть. Есть уникальные кузницы, где вы можете создавать вещи, которые можно здесь сделать только здесь. Например, вот здесь. Смотрите, здесь можно сделать драурговое снаряжение. Или, или, или. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Древние нордские. Древние нордские можно создать только здесь. Возможно, здесь есть и где-то еще кузница, в которой можно создать эти кольца. А теперь давайте зайдем в драгоценности. Вот, смотрите. Амулет. Кстати, амулет еще нужно с шесть перьев. И полоски кожи. Череп и перья. Но нет, нет когтей. Скорее всего, они должны были, должны были добавиться для кольца. Но его нет, друзья. Его просто здесь нет. Если все пробежатся. Непонятно, с чем это связано. Может, просто не доделали. Может, решили не делать. Но это немножечко странно. И, мне кажется, там еще какая-то тайна. Друзья. Это, это уникальный, уникальный питомец в Скайриме. И самый сильный. Почему он самый сильный? Потому что его можно, ему можно дать двуручное оружие. Питомец это кто? Это тот, кто идет вместе еще с компаньоном. То есть, вы можете взять компаньона и питомца, друзья. Но только этот питомец с оружием. Но это, это, это не тот секрет, что я вам хочу сейчас рассказать. Рассказать чуть позже. Сейчас, смотрите. Где вы можете взять? Можете его взять на острове Солцхейм. И вот локация под названием, по-моему, вот. Медовый зал Тиркса. Вы туда приходите. И вождь дает вам сначала первое задание. Это провести кабана. Второе разобраться с бандитами. Которые попросят вас же убить этих риклингов. Но не ведитесь. Выполните нормальное задание. Потом вождь скажет, что за дела, ты сильно крутой. И будет с вами сражаться. Вы его убиваете. И вам дают уникальный дар. Уникальный дар, который нигде не показывается. Если на вас нападает, то прибегает три риклинга. И защищает вас. Во время того, как они прибегают, вы можете подойти к риклингу. И попросить пойти с собой. И тут-то все начинается. Теперь смотрите. Взяли риклинга. И отправляемся в Скайрим. Блин, я помню в своих прохождениях, когда играл с риклингом. Весело было. Здесь, друзья, отправляемся в вот эту локацию. Иркнтант. Ну, где-то рядышком с вот этой вот речкой нам нужно прилететь. Дракон там не прилетел. Так что нормально. Дальше ищем вот. Вот, 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 вот. Ищем лагерь великанов. Риклинг, ты со мной? Да, со мной. Погнали. Погнали, мой маленький. Здесь, друзья, вот эти великаны. Мы их не агрим. А просто забираемся вот сюда. Прых, прыг, прыг. Чтоб риклинг за нами пришел. Здесь дубина, которую мы не можем взять. Она слишком большая. Ждем час. Риклинг будет вместе с нами. Теперь смотрите, друзья. Мне кое-что тебе нужно. И он забирает эту дубину. Ребят, питомец забирает эту дубину. Это что-то неневообразимое. Вы только посмотрите на него. Вы только посмотрите. Так, давайте теперь потестируем. Вот здесь. Ты готов? Господи. Это что-то. Так, малыш. И ты. И ты. Иди сюда. Так, ну что ж. И наш риклинг. Воу! Воу, 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 воу! Ты куда, дорогой? Где он делся? Вы видите? Вот он. Вот он летит. О, боже. О, черт. Это, наверное, больно. Это, наверное, смертельно больно. Но он встал. Он встал и продолжает сражаться. Господи. Вот он. Черт, он куда-то забежал. Давай, малыш. Давай, я тебе буду помогать. Воу! Ой, 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 бедный риклинг. Я такого еще не видел. Вы только посмотрите. Ха-ха-ха. Не, ну я вижу. Вот, вот, вот он падает. Воу! Господи. Физика просто жесть. И знаете, типа могилка такая вот. Оп! Боже, только посмотрите. У него жизнь почти не осталась. Как прикольно он летает. Воу! Да ладно! Ха-ха-ха. Я не знаю. Я такого еще раньше не видел. Может, вы видели, но... Ха-ха-ха. Как он прикольно летает. У-ху! Он бессмертный, но все равно вам потом поможет. Таким образом вы можете дать ему любое. Любое оружие. Прокачать его. Драконий, например, меч. Драконий молот. Драконию вручную кувалду. И он будет очень-очень круто вам помогать. Давай. Ну! Одного добил. И сейчас, наверное, второго добьет. Ой-я-я-я. Феликан просто сваливает. Боже, это что-то нечто. Такой маленький, с такой дубиной. Воу! Ха-ха. Вот так вот, друзья. Вот так вот. Все. Всем, всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мою группу в ВК. Друзья, там вы и меня можете найти. Присылайте ваши кареты. И если они будут реально достойны, я буду вас добавлять в эфир. Спасибо вам! Счастья! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok